Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня хотим поделиться с вами нашим авторским рецептом охотничьих колбасок. Это необычные охотничьи колбаски. В продаже иногда бывают подобные, но больше бывают сардельки с сыром. А вот мы называем их колбаски для пикника. Мы делаем типа охотничьих колбасок, только с твердым сыром. Вот мы взяли гауду этого нашего производства. Будем использовать собственную гауду, которую не успеваем съесть. Колбаски очень классные. Вот их реально на пикник, брать на пикник и жарить где-то на природе, получается реально кайф. Попробуйте, вы не пожалеете. Ну, рецепт действительно потрясающий. Нам понадобится кусочек говядины. Пропорции и все ингредиенты вы найдете в описании видео. Кусочек нежирной свинины. И кусяра такой вот жирной свинины. Это почеревка. Будем делать засолку нитритной солью. Смесью на килограмм сырья. 10 грамм нитритной соли, 10 грамм поваренной соли. Сахар и специи. Засолку будем делать в фарше. Я, в принципе, часто говорю, что я люблю больше делать засолку в фарше. Тогда специи успевают раскрыться. По специям у нас мускатный орех, черный молотый перец и гранулированный чеснок. Также нам понадобится свиной шпик. В первую очередь измельчим мясо на мясорубке. Мясо будем измельчать на разных решетках. Говядину и нежирную свинину я измельчу на самой мелкой решетке. Итак, все нежирное мясо измельчаем на решетке диаметром 2 мм. Если у вас нет такой мелкой решетки, а есть чуть покрупнее, пропустите фарш через мясорубку два раза. Жирную свинину измельчим на решетке покрупнее. Я в данном случае использую решетку с диаметром отверстий 7 мм. Смешиваем нужное количество смесей соли с сахаром. Перемешиваем и стараемся как можно более равномерно засолить фарш. Нам важно, чтобы каждый кусочек нашего фарша получил свою порцию соли. Поэтому я буду делать это вот так вот несколько приемов. Точно так же поступлю и со специями. В принципе, мы фарш потом, когда он после засолки, будем еще вымешивать. Но для засолки нам важно, чтобы именно фарш хорошо просолился. С того, как тщательно вымесили фарш, ну как тщательно, хорошо перемешали, чтобы он равномерно весь получил нужную порцию соли, уплотняем его вот так вот в емкости, в которой мы его засаливаем, и отправляем на сутки в холодильник солиться при температуре, солиться, напитываться специями при температуре 4-5 градусов. То есть, это там обычный бытовой холодильник. А завтра будем готовить. На следующий день наш фарш готов к приготовлению. Вот видите, какой он внутри. Почему я говорил, хорошо уплотнить его сверху. Так или иначе, как бы вы не закрывали, фарш обветрится. Окислится, грубо говоря. Кстати, если хотите этого избежать эффекта, можно добавлять аскорбиновую кислоту. Это пищевая добавка, она действует как антиоксидант. И тогда, в общем, это отдельная тема. Тогда фарш не будет обветриваться, а будет весь такой. Я предпочитаю ее не добавлять. Мы подготовили сыр гауда, но можно использовать, как я уже говорил, любой плавкий сыр. И мелко нарезали шпик. Видите, этот шпик, он сейчас слипшийся. Хоть мы его и подморозили, он представляет из себя один сплошной блин. Поэтому, для того, чтобы нам его равномерно вмесить в фарш, проведем с ним вот такую вот операцию. Выкладываем шпик в друшлачок и ошпариваем его кипятком. Вот так вот разминаем, чтобы у нас каждый кусочек шпика получился отдельно. Не пренебрегайте этой процедурой, потому что вы не сможете... Ну, во-первых, так шпик еще... И есть еще один плюс в этой процедуре. То, что шпик за счет оплавленных краев хорошо вмешается в фарш и будет однородным с колбасой. Причем это касается совершенно любой колбасы. Теперь каждый кусочек шпика у нас отдельный. Хорошенько промываем это проточной холодной водой. Теперь, друзья, приступим к одному из самых главных процессов, на мой взгляд, в приготовлении колбас. Это процесс вымешивания. Очень многие кулинарные блогеры, которые занимаются колбасники, не акцентируют внимание... Ой, как фарш вкусно пахнет, он уже впитал специи, самый класс. Не акцентируют внимание на этом процессе. Я же акцентирую и очень серьезно утверждаю... Друзья, не пренебрегайте этим процессом вымешиваниям. Если у вас нету вот такого тестомеса или планетарного миксера, как у нас, то используйте обычный ручной миксер. Но вымешивать фарш для приготовления колбас надо очень-очень тщательно и достаточно долго. Я загружаю его слоями, так чтобы миксеру было легче все это дело перемешать. Фарш загрузил в емкость. Добавляю сюда ледяную воду из расчета 100 мл на каждый килограмм сырья. Не фарша, не мяса, а именно сырья. Не лишне заметить, дорогие друзья, что фарш у нас был охлажден до температуры 4 градуса. В процессе вымешивания следите за тем, чтобы температура фарша не поднялась выше 10 градусов. Ну, 12 максимум. Вымешивали фарш 10 минут. В результате он получился совершенно однородный. Видите, и шпик, и сырок наш, самая главная фишка наших колбасок, хорошенько вмесились в фарш и представляет из себя теперь единую массу. Переместим шприц для набивки, подготовим оболочку. Для приготовления подобных колбасок лучше всего использовать баранью череву. Ну, во-первых, потому что ее можно перекручивать с ней меньше мороки. И, во-вторых, потому что она съедобная. Ну, у нас в продаже появилась вот такая вот оболочка коллаген, съедобный тоже, и пригодный для жарки, диаметром 24 мм. Поэтому мы решили испробовать заодно, и интересно, как этот съедобный коллаген, насколько он съедобный. Ну, и потом баранья черева достаточно часто при набивке лопается. А вот этот вот съедобный коллаген, мне кажется, должен... Ну, сейчас посмотрим. Будем надеяться, что он у нас не лопнет. Главное, не газовать сильно при набивке. Кстати, эта съедобная оболочка, она не замачивается перед приготовлением. Такие технические условия ее использования. Таким образом набиваем один... Может, чуть поплотнее, Алис, что-то еще... Ты мягненько набиваешь. Так вот, таким образом набиваем весь наш батончик колбаски. Такая длинная-длинная у нас получается колбаса для пикника. Представляете, ее скрутить в трубочку и зажарить целиком на гриле. Какой кайф будет! После того, как набили все колбаски, нам предстоит самая неприятная операция в работе с коллагеном. Это обвязка. Если бы мы делали из бараньей черевы, то этой операции мы бы избежали бы. Потому что ее можно просто перекрутить. Коллаген же, если просто перекрутить... Вот, покажи, Алис, перекрути его. То есть, череву, когда вот так вот перекручиваешь, она остается в таком же положении. Коллаген просто берет и раскручивается наглым образом совершенно. Поэтому обвязываем, формируем, естественно, колбаски нужной нам длины. Это зависит только от нас. Но мы в данном случае берем почти 20 см. Естественно, делаем это на глаз без всякого сантиметра. И обвязываем. И вот почему, друзья, мы говорили, что набивать не надо сильно туго. Потому что, что бы вы ни набивали коллаген, натуральную череву, когда вы начнете скручивать, за счет этого, за счет скручивания, колбаса будет сильно уплотняться. Если вы набьете ее очень сильно, то вы будете иметь проблемы с тем, что у вас будет постоянно лопаться оболочка. Вот таким вот образом сформируем все наши колбаски нужной длины. И повесим их на часок, желательно на сквознячке, чтобы они обветрились и отеплились. Так как фарш у нас был холодный, а мы их будем сразу же готовить. То есть, просто при комнатной температуре на сквознячке желательно. Это не обязательно условие. Почему мы это делаем? Если мы сразу начнем их готовить, то есть, сразу засунем в духовку, на самой колбасе выступит конденсат. За счет того, что содержимое холодное, выпадет роса. И это не даст нам красиво, качественно обжарить колбаски. То есть, они будут, ну, не красивые, они будут как будто вареные. А мы хотим добиться эффекта такого, чтобы сверху была как бы обжарка. Через час сосиски достаточно отеплились и приступим к тепловой обработке. Всего у нас будет три этапа тепловой обработки. Первый этап – обжарка. При температуре 90 градусов с включенной конвекцией в духовке в течение 20 минут. Ко второму этапу, который представляет из себя паровую варку, надо приготовить противень или какую-нибудь посудину, но лучше всего противень, который мы поставим на дно духовки с горячей водой. Вот через 20 минут, когда обжарка закончится, у вас уже должен быть в чайнике готов кипяток и, соответственно, готов быть противень. А мы вам покажем, как это правильно сделать. Через 20 минут переходим ко второму этапу. Помещаем на дно духовки противень с кипятком. Конвекцию выключаем, температуру понижаем до 80 градусов. И в одну из колбасок помещаем щуп для контроля температуры. Будем их варить процессом паровой варки до достижения внутри батончика температуры 68-69 градусов. Я на всякий случай включаю секундомер и засеку время. В конце процесса варки я вам расскажу, сколько у нас варились наши колбаски. Но лучше, конечно, все-таки не рассчитывать на это время, а контролировать температуру. Потому что разные духовки, ну, разная толщина колбасок, опять же, такие. А если мы их подогреем больше, этой температуры, то получатся они сухие. Через 1 час 50 минут наши колбаски готовы. Извлекаем их из духовки. Посмотрите, какая у нас красота получилась. Как сырочек там проглядывается. И по большому счету, тех, кто не настроен заниматься копчением, эти колбаски уже можно употреблять в пищу. То есть надо им дать полностью остыть, поместить на ночь холодильник, чтобы они, ну, так сказать, пришли в себя. Только вначале даем остыть, а после этого помещаем в холодильник. И на завтра их уже можно готовить на гриле, можно готовить просто на костре, можно готовить на сковородке, можно разогревать в микроволновке. Мы же пойдем дальше. Мы завтра еще проведем третий этап, а именно копчение. Поэтому тех, кто будет коптить, даем колбаскам. Просто сейчас уже вечер, я сейчас копчением не буду заморачиваться. Если у вас есть время, то даем колбаскам буквально час остыть до комнатной температуры и помещаем их в коптильню. Я их вывешиваю просто тоже в комнате. Они обветриваются, остывают. А завтра с утра приступим к копчению, дорогие друзья. На следующее утро переместим наши сосисочки, колбасочки, какие они красивые. Друзья, я вчера попробовал одну штучку. Она такая вкусная, это просто кайф. Вот поэтому коптить будем недолго. Сейчас загрузим их в коптильню. Запускаем коптильню и при температуре 20-25 градусов прокоптим наши колбаски буквально 2 часа. Больше не надо. Нам нужно, чтобы дым лег на них лег. То есть нам не надо сильный запах копчения. То есть они не должны быть перекопченные. Вот так вот 2, ну максимум, даже 2 это максимум. Я думаю, что 2 это максимум. Через 2 часа наши колбаски готовы. Открываем коптильню и посмотрим. По-моему, красота получилась. Теперь, друзья, подвешиваем их где-нибудь на сквознячке. Ну, наверное, на ночь, на сутки, чтобы они обветрились, хорошо пропитались дымом. А завтра будем дегустировать. Ну, по-моему, очень достойные колбаски. Расскажу вам завтра, какие они на вкус. Наши колбаски готовы. Для того, чтобы показать ее во всей красе, хочу одну зажарить для вас, друзья. По поводу оболочки. Естественно, мы вчера уже колбаски попробовали. Съедобная коллагеновая оболочка очень меня удовлетворяет. То есть, реально она съедобная, реально вкусная. Ну, как, не то, что вкусная, но ее не чувствуется. Она очень нежная. Так, ну что, я хотел одну разрезать в сыром виде, показать вам разрез. Ну, да, видим сыр хорошо. Сейчас покажу крупный план. А, одну разогреем и покажу, как этот сырок плавится и как он... Ну, вот она даже в таком... Она не копченая была уже, вкусная. Вот в таком виде, просто как холодная колбаска, она потрясающая. На природе вообще очень круто взять какую-нибудь сковородочку, туда пару рюмок спирта и в этом спирте поджарить колбаски. Получается просто волшебно. Ну, и костром не надо разводить, и в то же время колбаски получаются с приятным таким оттеночком. Давайте посмотрим, как греется сковородка на крупный план. Посмотрите, как выглядят наши колбасочки. Интересный такой рисунок. То есть, частично шпик, частично сырочек. Ну, и вот так она выглядит вблизи и снаружи. Тоже угадывается, где шпик у нас, а где сыр. Друзья, поверьте, очень вкусно. Сейчас поджарю и расскажу о ощущениях. Через пару минут колбаска обжарилась. И хочу ее разрезать. Горячая. Горячая, горячая. Вот, и сырок здесь просто вытекает. Его можно оттуда как из тюбика выдавливать. Ну, что ж, друзья, пахнет она божественно. Вообще, в силу того, что это наш собственный рецепт, вот я обычно сильно распаливаю рецепты конников, а свой как-то распаливать, ну, что ли, некрасиво, нескромно. Хотя, я особо не заморачиваюсь со скромностью. Но вот, что я хочу показать. Видите, опа, надавливаешь, и сырок вылазит. Реально как из тюбика. По вкусу это, ну, просто кайф. Но на самом деле такие колбаски очень любим. Скоро приготовим еще, я очень люблю сардельки тоже с сыром, вот, со шпиком, немножко шпика и немножко сыра. Ее, когда варишь, тоже разрезаешь, а сарделька сама по себе сочная, плюс из нее изливается сыр. Это вообще бомба. Кстати, надо с камамбером сделать какие-нибудь колбаски. Ну, нельзя. Это кайф просто непередаваемый. Вот. Она настолько сочная, настолько вкусная за счет этого сырочка. И вот сама мне очень понравилась эта съедобная коллагеновая оболочка. Первый раз мы с ней работали, с ларицей. Кстати, интересно, получится ее счищать? Она не счищается. То есть она настолько, настолько хорошо прилипла к колбасе. Ну, ее совершенно нет смысла счищать. Ну, в конце концов, если коллагеновая оболочка смущает, можно готовить натуральные оболочки, тогда точно ничего смущать не будет. Но колбаски суперские получились. Что-то я, видимо, проголодался. Друзья, с удовольствием представляю вам наш авторский рецепт колбасок для пикника. Попробуйте их приготовить, реально будет очень вкусно. И когда вы с семьей придете в лес, возьмете кастрюльку, туда колбасок, спиртика, разогреете это все. Откроете бутылочку ледяной запотевшей водочки, как положено на пикнике, ну и ледяного пива. Поверьте, вы вспомните наш рецепт и не пожалеете, что посмотрели это видео. Ну, друзья, с колбасками на этом закончим. Там, если что, подписывайтесь, пальцы вверх ставьте. А мы с Ларисей будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!